Ну что, народ, здравствуйте. Если вы слышите данное на экране, то мы в программе Смеха Панораме. Шучу, конечно. В общем, я думал, да, а думаю я долго, потому что все-таки новелл у нас не так много в последнее время хороших. В общем, ребят, я хотел как раз сделать свой обзор на основании видео и просто обзора в стиме. Я подумал, что это хороший повод пройти новеллу, показать вам. Не знаю, насколько меня хватит, насколько прохождение продлится. Видимо, прилично, смотря какой рут попадет. В общем, мы проходим новеллу в стиле бесконечного лета. Инопланетянка. Little Green Girl. Вот. В общем, обычная такая повседневная бытовая игруля. Почти как 1997. Такая же ламповая, приятная. В общем, часть людей работала над... Как его? Над бесконечным летом. То ли сценаристы, по-моему. Ну, короче, тут рисовка очень милая. Ну, то есть, если приблизительно, то рисовочка... В принципе, вот как-то так. Приблизительно. Это главный герой слева. В общем, мы начнем. Присаживайтесь поудобнее. Готовьте чайочек и кофеечек. Не забывайте про репосты. Рассказывают друзьям. А мы стараемся, дружочек. А вы возьмите с полка пирожочек. Да. Шуточка-минуточка. Прибауточка. В общем, единственное, что минус. Если я устану читать, будет два варианта. Либо мы заканчиваем проходить. На сегодняшнем моменте. Либо делаем на несколько очень многих частей. Потому что я попробую озвучить. Потому что, если не озвучивать, люди обижаются на не все озвученные новеллы, как 1997. В общем, я решил поддержать отечественного разработчика. Вот. И вряд ли мне они за это дадут полную версию. Потому что шиш тебе не масло. Но я хотел, конечно, как бы поддержать разработчиков. Их, как сказать, плюсануть. Не то, чтобы себя пропиарить. А то, что какие впечатления о новелле инопланетянка. Ладно, не будем, как говорится, затягивать лямки. Оценим игрушку. Во всем оружии. Вот она. Кристина. Что ты ей скажешь? Скажешь? Обязательно. Главное успокоиться. Кристина, привет. Давай сегодня сходим. Не занята ли она? Точно. Если ты свободна, давай сходим в... А куда? А куда сходим? Так. Кристина смотрит на меня синими глазами. Ну, да. Рома, здравствуй. Какое-то родительное имя. Не люблю имя Рома. Привет. Почему имя нельзя было поменять? Я Роман. Ну, я же Денис. Ты что-то хочешь мне сказать? Да. Я не Рома, я Денис. Кристина, ты, ну, э, б, я, мы, а, милый, хватит, мямлит, поцелуй мне наконец. Да, конечно, если бы в реале передо мной девушка настигнула лифак, точнее, рубаху, то я бы её показал какого-то лёгкого наклонения. И меня. Секас. Был бы. Так, понедельник, 11 мая. Ну, тут, по-моему, до пятницы я сел в постель и тяжело душа, да? Угу. Ну, понятно, что он любит Кристинку. Мы видимся с ней каждый день. Но на рот Кристины я могу и не попасть, наверное, да? Та-та-ра-та. Эй, хорош дрэкнуть. Встаём, встаём. Опоздаем. Куда? В школу, да? Рота подъём. Аня, отцепись, успеем. Отцепись, ну, держись. Та-рям-па-рям-па-рям-па-рям, это наша сестрёнка. Анюка, давай, няхуй. Трусиля. Вставай, Соня. Ленивая про Соня. Я завтрак приготовил, а ты тут сидишь, спишь. Эротические сны видишь, да? Музыка тут прикольная. Тё-рю-тё-тё-тё. Нахерок подушкой по лицу, да? Вот тебе хренак по ловникам. Так, и чё? Эй, чьего дерёшься? Актриса. Чтоб не наглела. Вали из комнаты, да, и одеться. Надо же, какие мы застенчивые. Мы же с тобой купались. Вместе. Ты тогда в первом классе была, нашла, что вспомнить. Ладно, ладно. Шоколадно, да? И аистница стынет. Давай завтракать. Так. Она показала язык и ушла. Так. Ну, понятно, мы, короче, отправимся в школу. Ти-ни-ти. Ти-ни-ти-ти. Ну, понятно, похавать надо. Ням-ням-ням. Пришёл, наконец. А я думал, придётся тебе тащить за ухо. Кущай давай. Так, окей. Будешь есть бутерброды, растолстеешь. Вон, бока над резинкой, над резинкой уже свисают. Не надей, я ведь растолю. Ага, вширь. Если кто-то чем-то недоволен, я вообще готовить не буду. Будешь доширак свой грызть в сухую. М-да. Сеструха. Ну, я же любя, сестрёнка. У меня лучшая в мире сестра. Ну, спасибо, я тебя тоже люблю, но ты вредный, что аж капец. Умница, красавица, замечательно готовит. Это Аня. Ой, как захвалил-то. На всё готов, чтобы самому у плиты не стоять, да, братик? Что, так заметно? Ещё как. Ну, окей. Папа, как обычно. Ну, папа на работу ушёл, да? Да, в начале шестого уехал. Будет очень поздно. Угу, угу. Ну, он просто в командировках, пахан, походу. Я скоро забуду, как он выглядит. Ничего, я в субботу вкусняшку приготовлю, устроим семейный ужин. Ну да, звучит неплохо. Тан-тан-тан. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Посуду оставь и вечером помою, как вернусь. А куда ты денешься? Твоя ведь очередь мыть посуду, хе-хе-хе-хе. Окей. Тан-тан-тан-тан. Значит, идём в школу, да? В понедельник. Прогулялись с тобой. Так, это, по-моему, Кристина, да? Так, ну я не хочу идти по Руту Кристины, я не знаю, почему. Давайте ничего не делать. Ну я не хочу. Что? Ты что, спишь на ходу? Да нет. На кого засмотрелся? На Кристину? Да мы знакомы, она в моём классе учится. Да, и чё тогда не поздоровался? Да не хочу. Рома, а если будешь таким тормозом, ты так застаришься холостяком. Аня, что ты меряешь? Просто... Просто-просто, ты на свидании когда был, а? 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 Ну, вот тебе, ну, никогда мы с Кирой в кино ходили. Это в шестом классе было, Рома. Слушай, а тебе какое дело, а? Ну, это какое дело? Во-первых, ты мой брат, я хочу, чтобы у тебя всё было окей. У меня и так всё окей, а во-вторых... А во-вторых, если ты останешься неженатым, мне придётся тебе стирать и готовить, а я не хочу. У меня так-то порядок, анюки, готовить я умею, а вот у тебя носок на люстре висит. Откуда ты знаешь? Был у меня в комнате, рылся в моих вещах. Вот не думаешь, что тебе такое нравится? Ладно, если ты без этого никак не можешь, то приходи, разрешаю. Ничего я не рылся. Ну, как я могла, чтобы ты у меня самый заботливый в мире принёс сок? Да, до гимназии. А что, я не могу обнять родного брата? Хм. Окей. Стасья, моя лучшая подруга по старой школе. О, может, со Стасей замутить? А почему нет? А, привет, семейка, ты же решили препознать? Ну, доброе утро. Москва. Болосы уложила. Ой, прости, сейчас верну, как было. Ха-ха. Та-ра-ра. А ты чё, только идёшь, только не говори, что тоже проспала. Да, кто-то там заливал, что стоит пять и бегает по утрам, а сама, значит, рыкнет наглую. Эй, что за наезды? Я и бегала. Только там котёнок на дереве сидел. Пока нашла, откуда он долосит, пока залезла, пока уговорила, чтобы он мне руки дался, пока слезала. Ты взяла его к себе домой, да? Ну, он был такой несчастный, кушать красиво взяла, короче, да? Это какой по счёту? Какой-какой? Четвёртый! Ого. Ха-ха. Четыре кошки. Ага, подбирает и перестраивает. Так что кошек всего три с этой. Как кошку назвать? А я тут при чём? Коту именно придумывать. Барсик? Это девочка. Хе-хе. Мурка. Ха. Да. Ты не сфоткала? Не успела. Вторая Академия. Ага. Блин, ну это дополнительная информация. Папа настоял, чтобы они в гимназию ходили. В оранжерее у нас биология. Ну окей. Сто метровку. Фюрер. О нет, Кристи, постой, Рома, иди без меня. Что такое? Доброе утро. Здрасте. Дядь Валер, вы на тренировку сегодня идёте? Ну а как же, смотри, не опоздай. Когда это я на игру опоздала? Я про урок на часы глянь, 8.30, офигеть. Ой, спасибо, Ромка, бежим. Нифига себе, на полчаса опоздали. Нихера себе. Жесть. На полчаса опоздать. О, лестница, это вообще жесть, особенно если опаздываешь. Ааа, сколько текста, сука. Я не буду это читать, это вообще жесть просто. Так, наверное, часы внизу... Наверное, часы внизу спешили, зря бежали. Наверное. Спешили на полчаса. А, или у них 8.20 сначала. Ну, прикольный класс. Ага. Ну и всё, попробуем на рут в тассе пойти, наверное. Матч. Ты чё, мячик просто у неё что ли в руках? Ага. Ку-ку, Рома, ты с какой планеты прилетел? Наши барсы на первости области выступали. Пролетели, конечно, как фанера над Парижем, а всё это их новый тренер, полный бездарь. Была бы моя воля, ни за что бы второго на пенсию не пустила. Барсы, ну да. Так вот, на выездном матче они... Так, ещё 4 минуты придётся от спортивных новостей терпеть. Блин, ну ничего пока особенного не происходит. Тупо это... Повседневка. Я только диалоги хочу читать. Вот это просто жесть. У меня язык запретился всё читать. Слушай, Ромка, а ты Кристину не видел? Мне похуй. На неё. Утром по пути в школу, а на уроке её не было. Вот ведь неуловимая какая Кристина. Ага, передайте, что я её искал. Значит, ставься Кристинку ищу. Окей, ёбкей. Погнали, чё. Вот и повод поговорить. Кристина, привет. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та. Ага. Улыбнулась мне, не улыбнулся ли я? Она посмотрела на меня. Ну, по-моему, Кристина есть инопланетянка, по-моему. Но я хочу попробовать со Стасей. Стасик от тебя искал. Стасик? Ну, что она хотела? Про соревнования чё-то там и чё-то, чё-то там. Прикинь, чё-то там. Хе. Точно, мы должны были с ней поговорить насчёт тренировки по выходным. Ну, иди. Уходишь, а конспекты? Ну, перепишу у кого-нибудь. Если хочешь, помогу. Переписать. Рома. Сестрёнка. Не помещали? Какая разница? Нет, что ты. Можете я брата на пять минут украду? Можно. Только осторожно, да? Это твоя сестра, а я подумала... Капец. М-да. Так, ты тоже здесь учишься? Да, в седьмом классе. Ого, это сколько и там лет в сестре. На-на-на-на-на-на-на-на. Ромик, ну хоть познакомь был бы нас, что ли. Меня Кристина зовут. Мы с твоим братом вместе учимся о тебе. Блин, господи. А меня Аня, очень приятно. Я сейчас его верну. Братик, есть дело на миллион. На миллион? Ну давай. Ты же за продуктами хотел пойти, да? Да, надо бы я яичницу на ужин. Не хочу у меня снова быть чего-нибудь. Ничего, если я с тобой не пойду? А что случилось? Ну, мне надо. У неё свиданка, походу. На свиданку, на свиданочку. Хе. Лёшина фишка. Теперь, теперь, теперь у нас это, фишка Лёши на моём канале. Тоже, отсылочки. Хорошо, а что случилось-то? Ты Андрея помнишь? А, который тебе задание носил. Ну, в общем, он меня позвал погулять. Ну, там, так бы, так бы я сказала. На свиданку, на свиданочку. Иди, конечно. Ты не обидишься? Нет, но позавидую. А, прикол. А ты не тормози и завидовать не придётся. Жесть. Ну, всё, я убежала. До встречи. До вечера. Наверное, да? Так, я повернулся к Кристине. Извини, срочное дело было. Да ничего, у меня как раз руки отдохнули. Не знала, что у тебя сестра есть, такая сын потышная. Так на тебя похоже. Да уж. Нас двое в семье. Оу. Так, не хочу о Кристине помогать. Пусть она в баньку идёт попариться. Я хочу другой руд взять. Переписать конспекты. Да, не вопрос. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Окей. Всё, можешь идти. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. О, вот и стать-ка. Невладимую. Видел, она ушла. Но она типа занята была, вот и не подождали. Хм, а он и забыл, да? Дырявая голова, ладно, попробую догнать, куда она хоть пошла? Опа, чё-то упало. Небо за окном, белая полоса, а из парка поднимался, лёгкий туман. И чё там, кстати, открыла широко глаза. Ты видел? Кто-то салют неудачно запустил. Вчера ведь день города был, думаешь? Наверно. На-на-на-на-на-на. А если НЛО, неопознанный летающий объект, да? А, она значит любит всё про Элло. Ой, сейчас, подождите, ребят. Серые пучеглазые пришельцы прилетели коров похищать, да? Ты всё ещё веришь? Ну, да, ты ведь и сам, ну-ка покажи, что читаешь. Фантастика. В чередиста надо верить, а то они случаться с тобой не будут. И не надо, мне и так хорошо. Что же там рвануло? Угу. Давай посмотрим. Давай. Хм, пропуски. Ха, решил избежать занятий. Не, ну если бы тоже что-то случилось, все бы сбежали с уроков, чтобы посмотреть, что там грохнулось. Так, мы погнали, чё. Так, мы идём или нет? Или они всё-таки в класс пошли? Так, Кристина так и не появилась на занятиях, поэтому я решил, что ждать её нет смысла. Опа, вот и Аня, меня ищешь? Ну, а кого ещё? Чего одна, где этот твой Андрей? Вот-вот. Идёт, только ты не жди, а то он тебя немного стесняется. Уже ухожу. Ну, до опознания гуляйте, окей? А вот тут, не знаю, может на полчаса, может и до вечера. Анька! Да шучу я, мы просто погуляем всё до вечера. Пока-пока. Ого. Ха! Отсылка на этот, кстати. На Сбербанк, потом на Шаурму, Макдональдс, на Старбакс, Чебуреки там, Тали и Лего. Ха, прикольно. Прикольно они отсылочки сделали. Так, мы за продуктами пошли, да? Опа, Юра, Рома, где бы мы ещё встретились? А, Юрик, а ты откуда здесь? А, пить захотелось. А, вот отсылка к соку, по-моему, я. Добрый, там чё-то там. Ну, много отсылок к шоколадкам, к шоколадкам Дайв. Ха, много прикольных продуктов обработали, конечно. Прикольно, прикольно. Мороженое. Банку колу он купил. Гостей ждёшь? Да нет, просто на неделю набрал, ты не в сторону площади. Нет, я в парк схожу. Ну, давай. Встречу кое-кого. А, у Юры тоже свиданка? Живот же люди, ходят в парке на свиданку. У него подружки нет? Что ты там нафантазировал? Это вообще-то парень. А, вот теперь ты меня пугаешь. Ромка, кончай шутки. Просто друг из старой школы, сто лет не виделись. Из нашей? Нет, из второй. Это... Это та, где ты учился, когда уехал? Она самая. Угу. Мы знали друг друга давно, вместе учились в школе. Опять повседневность. А что? Да так, думал, что если нам по пути, то мог бы пакеты помочь потащить. Хм. Вот она что. Ну, давай помогу. Да ладно, это шутка была. Шутник, не хочешь? Не надо. Тогда до завтра. Давай. Ну, погнали, чё. А куда пойдём, если не домой? Подзаняться спортом? Опа, опять Кристина, что ли? Кристина? А чё, он догонять тебя будет? Ага, что? Ну, ты домой, нам по пути пошли. Мы ведь договаривались, что я тебе задание отдам. Договаривались. Ну да, в школе. Ага. Ну, погнали с Кристинкой. Ты говорил про задание, а когда ты дашь мне его? Мне нужно идти кое-куда. Ну, только не на улице. Может, зайдёшь, спокойно всё перепишешь? Поняла. Ага. Так, вот и пришли, раздевайся, проходи, я тебе сейчас напечатаю задание. Ага. Кристина, зачем ты это делаешь? Кристина? Кристина, что ты делаешь? Прекрати! Раздеваюсь, ты ведь сам сказал Да что с тобой такое? А что со мной не так? Она, наверное, не так поняла Она же инопланетянка, ну, вроде как, по сути Тяжело, как же тяжело Ну, не может же такая стройная девушка столько весить Ага И упала на меня, потеряв сознание На этом мы уже поняли, я попытался ее поднять И кто-то вошел Так, что же мы тут делаем? Это, видимо, ее мама Кто вы? Ну да Какой еще все хорошо, она же без сознания Ой, кажется, неудачно все вышло сейчас, не шуми Белый шар размером вверх рота А, робота он, она сейчас это Что это за штука? Ага Ну, так-то лучше, а робот Маленький, да? Состояние удовлетворительное, да? Очень сильно сомневаюсь Встать можешь? Нет, восстановление не завершено Что происходит Что происходит? Вы кто? И что с Крисиной? И что это за робот? Спокойно, мальчик, не суетись Меня зовут Саша Ладно, Александра Сергеевна Кеплер Кеплер, серьезно? Это что, ссылка к Кеплеру, что ли? Рома Белов Блин Белов Очень приятно Вот и познакомились А почему ты эту девочку Кристиной называешь? А как же, это же Кристина Вы знакомы? Значит, то, что ты увел ее Простое совпадение Раз так, то расщеплять тебя на атомы не будем В смысле? Успокойся Это шутка, чтобы разрядить обстановку сработало? Нет Не сработало А должно было Это ваши эмоции Одни неудобства от них Ладно, помоги мне ее поднять А потом поговорим Так И поподнять Кристину Где кофе нет, с утра ничего не ела Есть, может, бутерброд? О, если тебе не трудно Кристина, а кофе будешь? Она без сознания Нет, ей пока ничего не нужно Так, я отправился в холодильнику Робот летал возле меня Ц Какая-то женщина с роботом в портфеле, просящая кофе О, сейчас прикол будет Так, она молчала Наконец-то я не выдержал Вык А, ну вы вообще скажите, что это все значит Ты фантастику любишь? О книге, которую дочитать хотел Да, очень, а что? Так будет проще Ты, главное, не волнуйся И в панику не впадай Лады Так, сохранять спокойствие Так, я сглотнул и постарался Унять непонятную дрожь Не буду Видишь ли, эта девушка на диване Она не человек Это что, какой-то розыгрыш? Если не человек, тогда кто? У вас в таких случаях, говорят, один раз увидит, чем Ну, вы поняли Смотри Она, короче, рукой захавала бутерброд Я наблюдал, как кончики пальцев щупались Мягко коснулись бутерброда Они подергивались, словно каждый из них жил своей отдельной жизнью Щупальца плавно скрыли в себе бутерброд Так, прошло несколько секунд И под рукой больше ничего не осталось, кроме крошек Аликса посмотрела на меня, улыбнулась А затем ее кисть руки вернулась в нормальный человеческий вид Ага, самые обычные пальцы, да Что это было? Ты же обещал не волноваться Не каждый день увидишь такое Согласна, не каждый Продолжим знакомству? А что, есть варианты? Куча Мы можем тебя стереть Можем уничтожить Она сделала паузу и улыбнулась Не хотелось бы И может попросить тебя никому не рассказывать про увиденное Ну да, никто не поверит про такое Совсем не хотим Ну и кто вы? А, сейчас прикол вы Первая девушка сказала, что близкие не человека Тебе правда интересно? Хм Ну вы же говорили Не важно, что я говорила Так что? Хочу Мы Веном Ха-ха-ха Инопланетяне Которые пришли на эту землю Захватить землю Называй как хочешь Нет, ну реально, когда щупается, она видит Таки типа Мы Веном Не, ну реально, я не могу кроме Как другое Вот Представить, что она грёбаный Веном Мы здесь чисто во сне Деткидских целях Ну да, как Веном Точно Изучайте нас Похищайте людей Ставите опыты И ещё Так Ага Так Я смутился И замолчал Препарируем Ну да, о чём-то подумалось Что за странные фантазии Мы изучаем вашу психологию Ага Человеческие эмоции Ага У нас сложнейший букет Из химических Промыслительных процессов Поразительно Как вы смогли развиваться В разумный вид С такой аномалией Мне почему-то стало обидно Ну да Хорошо, я понял Вы нас изучаете И что теперь Теперь нам нужно Привезти эту спящую Красавицу В сознание Она тоже Ну из ваших Да Вот так просто Но если хочешь Я зачиню страшную легенду Что она готовит почву Для вторжения на землю Мы бээна Хотя кому она нужна А вот это уже обидно Кстати Вы ведёте себя Очень по-человечески Ну да Я долго тут живу За это время Можно перенять образ мышления Поведение человека Сколько же Да Ну такие вопросы Не задаемся Она взяла Чашку Поднесла к рту Отпила кофе На этот раз Без спецэффектов Словно обычный человек Отличный вкус Ради этих зёрен Стоило преодолеть Расстояние Между нашими Мемерами А вы его Ощущаете Вкус? Ты разбирайся В анатомии На уровне Университетского Курса Но я думал Стать врачом Но пока что нет Так Что мы имитируем Человеческую форму Мы ощущаем Вкус, запах Боль, жар И холод Это не всегда удобно К тому же Процесс Трансформации Очень тяжёлый О Она пришла В себя Так Кристина Еле слышно Застонала Паук Спрыгнул Со стола Ага Стоп А, так это А, я восстановилась А, раскрыла Перед местным жителем В аварийном режиме А, всё уладило Ну и что дальше Наставника Ага Во время копирования Объект заметил меня И убежал Объект Она же про Кристину Да Чью девушку Я скопировала Ага Она скопировала Внешность Какой-то Вот этой Кристины Да Продолжай Ага И отключилась Прямо у него В квартире Я виновата Ну что с тобой Поделать Плохо Что твой Наставник Пропал Я не могу С ним связаться Ого Так Нужно сменить Нежность Кристине Я не специалист По адаптации Нифига себе То есть получается Так Помоги нам Выбрать Наилучшую форму А А Вот Такое Она будет Это Нужно Сделать Как Можем Скорее Да Вес и рост Примерно Совпадают Образец Отлично Подойдет Ну Трансформируешься Присутствие Местного Жителя В каком Смысле Рома Отвернись Пожалуйста Так Я послушался И отвернулся Ну Окей А Понял Зрение Может Пострадать Готово Скопировалась Она Получается Все хорошо Да Трансформация Прошла Успешно Да Минутку А Одежду Даст И Вот и Кроссовки Женской Одежды Нет То что Нужно Я потом Верну Хорошо Да Ну Одевайся Спасибо Мы Пойдем Ну Не стоит 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 Так Спасибо тебе Ты очень сильно Помог мне Сегодня Пожалуйста До встречи И никому О нас Не говори Да Мы Не особо Не Общаемся Так Не Общаюсь Здесь Что-то Ее Домой Пригласил Ну 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 Так Было Вольно Не Сон Инопланетяне Роботы Братик Я пришла И хочу Есть Вы что Не перекусили С Андреем Нет Ага О Кто в гостях Был Признавайся С кем Кофе пили Молодец И я хочу Секрет Помада На чашке Ой братик Неужели Ага Кристина Захотела Я ей Конспекты Отдавал Точнее Собирался Без Конспектов И напуганная Где-то Ходит Настоящая Кристина Там Пирожные Есть Будешь Буду А ты Хвастайся Что Что Как Столько Раз В какой Позе А Да ладно Я Прикалываюсь Ну Поцеловались Хоть Рассказывай Нечего Рассказывать Посидели Кофе Попили А она Еще и Гола На меня Рухнула И вообще Инопланетянки Кофе Мы Пили не С ней А с Красоткой Голоса 25 Ну Это Он Наверное Думает Про Себя Такие Дела А ты Как День Провела Нечего Главное Дело Начать А я Андрюху На выходных Лунопарк Затащу Он Конечно Будет Думать Что Это Он Меня Пригласил Тут Главное Вовремя Намекнуть Но Вам Мужикам Не Понять Ха Какая У меня Коварная Хитрая Сестра Оказывается Зато Ты Простой Как Песня Кто Из Нас Старше Вообще Тебе Жи Кристина Нравится Ну Да И Ты Ей С Чего Ты Взяла Ромик Если Она К тебе Зашла На чай То Ты Точно Не Противен Что Что У меня Такой Тупой А А Ты Значит У меня Самая Умная Да А Перестань Ромка Перестань Ну Да Ну Не Расстраивайся У тебя Тоже Плюс Есть Ты Готовишь Вкусно Это Что Намек Был А А Тогда Помой Руки И Помоги Мне Нарезать Овощи Что Вторник Сейчас Будет Или Нет Да Вторник Так Что У нас Во вторник А Он Опять Вспоминает Это Все За Чистой Футболкой Мне Стало Не По Себе Что За Может Таня Взяла Или Это Было За Правду А Он Все Думает Что Это Сон Был Это Не Сон Короче Он Бояться Стал Ромик Ты Броснулся Иду Завтрак Остынет Да Иду Я Я В порядке Иду Все Нормально А А С Кристиной Сняты Вместе Прикольно Так Сейчас я Посмотрю Какой Слот Сохранится Не так Много Вроде Слотов Четвертый Что Лесохранится Так Подожди Сколько Там По Временю Уже 46 Минут Ну Можно В принципе До Какого То Ключевого Момента До Скорей Встречи А Она Робота Забыла Серьезно На Оу Он Че Почти Сломал Ой Прости Не Хотел Книжку Уронил А По Моему Гирю Или Шкаф Ладно Опять Завтракать Идем Как Обычно Приятного Спасибо Какая Вкуснятина А Где Папа Он Опять Да Да Снова Срочные Дела Как Обычно Что За Кислая Физиономия А ну Ка Улыбнись А то Переживай А то Ходишь Как Воду Опущенный Скажи Сестричке Что Случилось Ага Сказать Что Все В Порядки Поговорить Откровенно Ну Давайте Совет Так Она Сплошная Мистика Нет Это Не Ко Это К Ёлкину А Что За Мистика Ты Встретила Девушку Которая Тебе Давно Нравится А Можно Парни Ладно И Вы С ним Значит Гуляете Разговариваете Дальше К Тем Ты Про Вчерашнего Гостя Да Так Вот Она Себя Странно Ведет Но В целом Все Отлично И Вот Значит После Хорошо Проведенного Время Скидывает Рубашку Обнажая Волосатый Мускулистый Торс В твоем Случа Парень Будет А потом Раз И Оказывается Что Дальше И Потом Раз Оказывается Что Это Не Он Вовсе А Кто На Него Похоже Как Две Капли Воды А Потом В комнату Врывается Потерянный Брат Близнец Двадцать Слонов И Они Поют И Танцуют Так Ведь Это Не Тот Человек И Что Все Рано Ведь Похоже Думаешь Ну Так Если Они Одинаковые То Разницы Никакой То Это Возраст Все Равно Сиськи На Первом Месте И Только Потом Богатый Внутренний Мир Ха Лол Подколола Сестра Слушай Откуда У тебя Столько Цинизма Это Не Цинизм Это Здравый Подход Братик Трескался В Близняшек И Теперь Не Может Разобраться Кто Есть Кто Да Нет Же Никакие Они Не Близняшки Ну А Как Еще Можно Перепутать Кого То С Кем То Нет Я Слышала Что От Некоторых Злоупотреблений Зрение Портится Ну Читаешь Ты Вроде Без И Не Морочь Голову Себе И Людям И Вообще Разик В гости Зайти Это Ничего Не Значит Так Что Губы Сильно Не Раскатывай Спасибо Нужен Будет Умный Совет Обращайся А теперь Работай Челюстями Веселее Они Снова Вышли Кристина Ага Только вопрос Инопланетянка Или Та самая Кристина О Доброе Утро Аня Привет Вы Ничего Не Слыш Ничего Если Я С вами Пройдусь Ага Нет Конечно А как Ромик Учится Вообще Ну Вроде бы Успевает По предметам С математикой Только Не Очень Но Он Очень Старается Вот Как А А я Думал Он Сочиняет Нет Он Молодец Ааа Спасибо Ага Да Не За Что А Скажи Как Он Ага Кристин Ты Чего Ой Простите Я Задумалась А Чем Ты Так Задумалась Что По Сторонам Не Смотришь Может Думает Про Ха Рома Ты Что Делаешь Прикатись Сейчас Так Нельзя С Девочками Тихо Про Вчера Ни Слово Дурак Идиот Балда Помаду Размазал Странный Он у тебя Давай я помогу Вообще-то Использовать косметику Нам не разрешают Ты в курсе Рома Ну что Ты натворил Ха Вот Все Боевой Раскраски Индейцы Больше Нет Ха Хочешь Свою Даму Не волнуйся Ты Красивая Рома Подержи Мою Сумку Пожалуйста И Мою Нет Не так Дай сюда Ха Вот Не знаю Кто это Частливчик Пусть только Попробует Устоять Правда Ну конечно Правда Тебе очень Идет Этот цвет Да Рома Вроде Ничего Кристина Можно тебя на секунду Что такое Пусть Аня Вперед Пройдет Без нас Да Конечно А зачем Надо Смотри Что Это ее Мальчик Ну Вроде Того Симпатичный Да Ладно Я не о том Что-то Подумал Ну Неважно Идем А то Бежать Придется Ага Оказалось Математика О Вот и Стаська Ромик Доброе утро Привет А Опять У Кристины Дело Ага Она опять Думает Что они С Кристинкой Мутки Шурамурки Стаси После урока Сходим Я договорюсь Спасибо Ой Классно Идет По местам Так Станислава Твои уши Опять Ой Простите Я забыла А Вот Переведена Ученица Это будет Скорее всего Инопланетянка Да Яна Так Ха Прикол Снова Та Инопланетянка Яна Инопланетянка Он Конечно В шоке Убьют Затрут Память Починят Волю Сколько Вариантов И ни один Из них Мне не нравится Здравствуйте Меня зовут Яна Моих родителей Перевели В этот Город И я буду Учиться С вами До конца Учебного Года Как механически Прозвучало Мужики Обратили Внимание А девочки Интересами Проявили Ну Типа Им Пофиг Вот На среднем Ряду Есть место Присаживайся Спасибо Мне Очень Приятно Со Всеми Вами Познакомиться Костюм Аааа Сейчас Будет Вообще Прикол Она Костюм Ему Вернет Типа Они Знакомы Пакет С кроссовками И костюм Спасибо Но Правда Не стоило Все В порядке Мне Не тяжело Спасибо Тебе Большое Офигеть Ну Раз Вы Знакомы То Роман Покажет Тебе Что У Нас И Где А Теперь Повторим Пройденный На уроке Материал Так Откуда Ты Ее Знаешь Стаси Наверное Да Спросила Ха Мы Мы Заран Царап Потом Расхожу Я Бросил Записку Обратно Стаси Так Стоило Прозвенеть Звонку Океана Подошла Ко мне Сейчас Будет Фескультура Нам Всем На Первый Этаж Правильно Правильно Это Удобно Пожалуйста Отойди Со Мной Главному Входу А Зачем Нам Нужно Поговорить Зашибись Я Собрал Вещи В сумку И Вздохнул Так Привет Рома Представишь Меня Это Яна А Это Тебя Ведь Кристина Зовут Что Откуда Ты Знаешь Я Сообразила Что Яна Имела Ввиду Ага Так Ну Давайте Скажем Что Ты Наша Староста А Ну Я Сказал Что Ты Староста Тогда Понятно Если Какие Будут Вопросы Не Стесняйся Спрашивай У Меня Кстати Вот Возьми Ага Книжечку С Правилами Гимназии Даем Новичкам При поступлении Спасибо Ты Что Уже Она Шутит Давай Мы Потом Подробно Все Изучим А Сейчас У нас Срочное Дело Да Яна Ну Я Уже Все Прочи Вели Книжку А Она Ж Не Знает Что Та Инопланетянка Роман Да Что С 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 А Что Не Так Все Не Так Ты Чего Человека Изображать Должна Понимаешь да я выделяюсь очень давай отойдем вон туда просто иди рядом со мной зачем ты здесь я прибыла для изучения нет здесь в этой школе зачем здравствуй очень удачно что вы оба здесь я как раз собиралась тебе позвонить откуда у вас мой номер наши технологии гораздо более развитые можно дистанционно считывать информацию с ваших устройств менять удалять а еще а еще утром я встретила твоего отца и сказала что ко мне приехал племянница который будет ходить снова в одну гимназию зашибись потом попросила на всякий случай номер телефона вот и весь секрет он тебе еще не звонил забыл наверное неважно я на изначально должна была попасть сюда так здесь много эмоций много материала для наблюдения если кто-то и заметит что-то странное то поверит школьнику а проколы в мелочах случается даем да я уже чуть не нарушила маскировку на роман во время мне помог а когда со мной свяжется куратор с куратором есть небольшая проблема на него попала кислотная смесь и он не сможет тебе помочь его облили кислотой кто-то напал нет она здесь у вас продается как напиток просто она нарушает структуру наших тел и они временно теряют способность поддерживать форму о но я не готова обучаться в одиночку это слишком сложно у вас нет замены как же нет вот стоит чем не замена а типа я ее куратором будет ошибись вы что про меня про тебя нужно чтобы кто-то присмотрел за явной и помог и освоиться ты знаешь что мы такие он и уже помогала я не просто делать то же самое для чего вы взяли что я буду во всем этом участвовать но это уникальный опыт сами будешь кусать локти как упустил шанс на такое переключение а вот почти убедили а во вторых авторых девочка с которой я наскопировал свою нежность первый раз марина вести на верно кристина она ведь тебе нравится вообще-то да вы откуда знаете я оставила робота твоей квартире так на всякий случай вдруг ты бросился звонить газеты или еще куда не он видел как-то разговаривал с ее фотографией ну мы могли бы помочь друг другу и чем мне поможете за гипнотизируйте ее рома что за фантазии то простите тогда как а исключительно советом опытной наставницы и поверь плохого не посоветую ладно что мне делать-то так для выполнения изучить феномен любви пронаблюдать за тем как ведут себя влюбленные земляне и составить подробный отчет суховато звучит на принципе так оно и есть ты согласен вы поможете нам с кристиной сблизиться я позволю вам за этим наблюдать правильно это полностью описывает ситуацию так что скажешь кристина мне нравится я не буду в этом участвовать мне нужно подумать да пожалуй ты прав главное не тяни с решением слишком долго у нас не так много времени чтобы ждать пока ты голебаешься а я вообще-то не просился и что передумал не очень удачное решение нет но алекс алекса мы не должны так давить на него это в твоих интересах время идет ты сама знаешь она вздохнула потом положила руки на плечи на тебя никто не давит просто не затягивай с решения я понимаю мне нужно немного свыкнуться с тем что происходит сколько нас времени мало на самом деле очень мало так ладно детишки идите на урок роман присмотри за я на кей я справлюсь все будет хорошо главное будь осторожна и не выделяйся а я нашла вместе с ним для музыка тут классно конечно инопланетное существо вот она рядом на расстоянии вытянутой руки и почему-то это не удивляет вообще этого что миловидные инопланетянки бывают только фантастики может меня все-таки разыгрывать или просто сплю до пьяна вопросительно посмотрела на меня рома ты постоянно рассматриваешь меня можно спросить почему извини я просто еще не при мысли что со мной рядом кто-то находится с другой планеты да это не самое распространенное явление общаться с еда вниз господи с едва не знакомый инопланетянка мне так легко и просто значит все еще не повел и что все это по-настоящему новой с алексей инопланетянина еще такие красивые удачное сравнение с инопланетянами объясняю ей да мы использовали подобные формы в первых контактах вот такие дела я думал это фантастика нет они правда существовали и очень красиво надо сказать форму делали ты сам такую выбрал но спасибо приятно это слышать так ходу спорт комплекс ну да мальчики налево девочки направо а инопланетные существа направо справишься да конечно прикипи к одежде а слышать тебя и спросить совета если потребуется остальные не услышат меня нет а он передает звук через вибрацию кости а вот так это мужская раздевалка да о ромка тоже решил опоздать это правильно сейчас фюрер влепит нам по три штрафных кружка так из рук ворчал что грех зарывать талант землю что с такими данными нужно идти в секцию отстаивая честь школы понятно так нет я не специально форс-мажор обстоятельства непроедолимой силы ему без разницы я пошел давай догоняй и погоди все равно опоздали давай появимся вместе скажем директор задержал например тогда переодевайся быстрее я подожду снаружи он вышел закрыв за собой дверь так но юра уже не было я на верно еще переодевалась время шло так рома что ты делаешь возле раздевалок так давайте так и скажем я жду я бы подругу жду славу нет я ну а ты же теперь у нас человек семейный хоть ты не подхалывай так вся школа будет сплетничать что без меня меня женили и похоже чтоб ты был против против это не мое дело я ничего не ответил только пожал плечами так ты ее давно знаешь а мы почти не знакомы интересно интересно выглядит так будто у вас даже не знаю вообще тайна тайна не от чего ты взяла я занервничал конечно же я на допустила но неужели мы так явно не соответствовали генди а ты тоже решил от фырера сбежать от павла павловича не надо учителя учителям прозвище давать от павла павловича и все таки ты знаешь позвонили нужно срочно приготовить пару бумажек и тут звонок чего рома иди сюда быстрей что могло случиться раздеваться раздевалка для девочек я не опять плохо ты что с дома рухнула бери руки я и помочь хочу крестин не трогая вдруг это вдруг у нее что-то сломаная на скажи что случилось я не знаю мне плохо стало ничего не рома помоги мне встать так нет ничего не сломано ты как может не вставай в скорую давай рома зови павла павловича обопрись на меня пока не так медсестре идите быстро вам помочь нет я доведу я позвоню и идите медпункт окей стой ты что с ума сошел ты же не поведешь ее вот так а типа одеться я иду с вами не надо не нужно я понизил свой вес до минимума пока я смогу идти пойду потом тебе придется я понял так идем короче медпункт да давай я носилки принесу медпункт есть подержи ее минут пять обойдемся я думаю ага интересно я вот кстати всегда думал на кого похож главный герой он похож короче на главного героя из аниме Блич вот посмотрите какая прическа и посмотрите какое лицо реально напоминает главного героя Ичига Курасаки вот Рилли ничего себе ага пришли клади ее на кушетку ага что с ней давление говорит низкое ладно сейчас придет медсестра сделает укол или что там обделают обычно укол не надо укол алекса точно алекса я на как не связаться с александрой я намолчала кристина смотрела на меня кристина слушай а у тебя есть ее телефон но там домашний или родителей нет она же только перевлазит возьми в ее телефоне глянь точно ты гений так я знаю я знаю я знаю где это место постороннее помещение есть кристина наша староста и медсестра скоро придет хорошо медсестра пусть осмотрит если нужно ага а ты пока сидишь с кристиной попытайся ее поцеловать вы же наедине алекса не шутите так а вдруг она услышит а кто шутит все ждите меня скоро буду если я я на решат осмотреть не мешай все будет окей угу угу я на не волнуйся алекса уже в пути хорошо извини что заставляю тебе неудобства брось все нормально ага мы ее погладили кристина посмотрела на бледную яну потом на меня пусть отдохнет пока пошли присянем где же эта медсестра в самом деле а если бы ученица кровью истекала скорую вызвали бы угу комик кто быąt tho подумать взял и вот так запросто на руках донес а по тебе не скажешь она шутливо пк на сам ему эпизYes tú Ну, ты что-то скрываешь? Говоришь, она тебе просто подруга? Кристин, честное слово. Да ладно, я всё понимаю, просто немножко завидно. Меня никогда не носили на руках. Я вздохнул и прикусил язык. Так. Ночь иглы, что случилось? Почему я последним узнаю, что у меня ученица сознания потеряла? Она на уроке. Кристина, староста класса. Хотите, чтобы меня посадили? Извините, Павел Павлович, я помогла везти её сюда. Да, ну ладно. Что с ней? Потеряла сознание, у неё давление низкое и... Не надо справки брать, кто же детей с низким давлением на физкультуру пускает? Роман, а ты чего не на уроке? Опять прогуливаешь? Павел Павлович. Он её сюда нёс. Нёс? Этот? Ну да, сочиняешь. Правда. Вот и отлично, значит нормативы будешь сдавать повышенные, раз такой силач. Капец. Павел Павлович, а вы что-то тут делаете? У меня сестры нет, она отпросилась. Я смотрю, всё нормально. А? Чего? Не делай такие глаза, у меня два курса по оказанию неотложной помощи. Уж с обраком разберусь. Скорую звонили? Нет, сейчас наберу. Думаю, не понадобится. Сейчас, что тут у нас? Ага. Эй, вы что творите? Спокойно, у неё пульс не прижимается. Если при глубоком обороке пульса на руке нет... Да. То пульс проверяется на бедренной артерии. Ну и на шее ещё. Запоминай, пригодится. Ага, бедро или артерия. Интересно. Вот и провел их бы на шею. Чего сразу туда лезть? Хе. Ничего не понимаю, но как же она дышит? Может, не работает? Так, он подумал на стетоскоп. Ага. Эй, немедленно уберите руки от девочки. Вы что делаете? Я учитель, оказываю первую помощь, а вы ещё кто такая? Я её опекун. И что я вижу? Старые извращения спытаются залезть под одежду? Чего? Да посторонних здесь вообще не положено. Как вы сюда прошли? Я... И я не старый. Хе. Не меняй тему, а лучше иди проводи урок или что там у тебя. Я сама разберусь. Лоу. Ну, живее. Эй, врач нужен, а не сумасшедшая баба. А я тебя кто? Солдафон тупой или майор? Медслужбы тебе мало. Удостоверение? Нифига себе. Одной проблемы меньше. Кто я нашёл? Я. Она на полу лежала. Понятно. Ладно, вы двое идите, а я ей займусь. Если что, скорую сама вызову. Так. Нет, Рома, останься, не уходи. Не понимаю, Рома, останься, посиди с ней. Кажется, она нервничает. Если ты далеко отходишь. Интересно, почему? Ну, я пойду, наверное, а ты с ней посиди. Ладно. Так. Ничего опасного. Просто внеземная потеря сил. Через полчаса последняя не останется. Такое иногда случается, если побочный эффект, смена внешности, но слишком много совпадений. Мне это очень не нравится. И мне. Яна в порядке. Более-менее. Я рада, что ты так беспокоишься. Почему это? Не хочу, чтобы ты считал её неуязвимой машиной. На самом деле, она, можно сказать, ещё ребёнок, попавший в незнакомую обстановку. И мне спокойнее, если ты сможешь за ней присмотреть. Будь моя воля, её бы ещё долго не допустили в полевой работе, но... Аликс, а я ведь всё слышу. Я что, где-то не права? Ну... Потом обсудим. Пока лежи, отдыхай. Я позабочусь, чтобы тебя не беспокоили. А если кому-то потребуется медпункт? Медсестра скоро вернётся. А вы правда майор медслужбы? Не задавай глупых вопросов. И учти, если не сияное что-то случится, подавиание, всё-таки подвергну тебя биологическим опытом. Это шутка? Это... Нет, обещание. Ну как ты? Странно себя чувствую, сил совсем нет, не уходи, хорошо? Не волнуйся, я здесь посижу. Извини, что доставляла столько неудобств. Брось, за последние пару дней со мной случалось столько всего необычного. Мне интересно, что будет дальше. Кристина, она ушла? Да. Прости, что позвала тебя мне, я не хотела оставаться одна. Глупо, да? По-моему, очень по-человечески. Угу. А что ты делаешь? Я это, ну... И что отвечать? Проверяю, дышишь ли ты. Хм. Если ты хотел меня поцеловать, то можешь не останавливаться. Я ведь не человек, технически говоря, это даже не измена Кристине. Хм. Я покачал головой. Глупости не говори, при чём тут Кристина вообще? При том, ты ведь её любишь? Ну, наверное. И я хочу понять, что это значит. Мне это необходимо, и без твоей помощи ничего не получится. Наши философы за много тысяч лет так и не поняли, что такое любовь. А ты хочешь за... Сколько у нас времени, кстати? Немного, я точнее не знаю, но около четырёх недель. Ага, четыре недели. Так что времени терять нельзя. Четыре недели, да? Короче, я не знаю, стоит ли это видеть или оценивать, как четыре недели прохождения игры. Не знаю, вполне возможно. Приблизительно. А что будет потом? Потом вернусь домой. Хотел бы я увидеть твой мир. Тебе не очень бы понравилось, но у вас гораздо лучше. Да, на что он похож? Много камней, много песка, мало воды и большие города. Да, неприятное место. Я же говорила. А здесь тебе нравится? Нравится ваша планета, невероятно красиво. А ты видела другие? Можно сказать и так, записи, изображения. Ага. Природа, говоришь? Это можно устроить, как ты себя чувствуешь. Остановление сил почти закончено. Ещё полчаса, и я буду в норме. Тогда, может, прогуляемся в парке после уроков? Ага. Конечно, давай. Понятно. Она снова закрыла глаза и легла. Так, Яна, ты как? Урок сейчас закончится. Да, кажется, всё пришло в норму. Она осторожно села на кушетку, осмотрелась. Всё хорошо, ну пойдём, наверное. Да, идём. Так, я протянула руку, чтобы помочь встать. Ты в порядке? А, остаточная слабость. Окей. Ромка, я тут твою... Она опять в шоке. Простите, пожалуйста, не хотела мешать. Юрка, я сказал тебе сумку отнести, я убежала. На-на-на-на-на-на. Хех. Это твоя сестра? Алекса мне про неё говорила. Да, почему вы её обсуждали? Просила быть с ней на чеку. Дети гораздо наблюдательнее взрослых. Ну да. Ах уж эти шпионские игры. Ладно, раз уж застали в таком виде, я и скажу, что ты моя новая девушка. Приехала из далёкой сибирской глубинки, специально, чтобы выйти за неё замуж после окончания школы. Лол. А нам поверят? Ц. Так. Да. Наверное. Хех. Такс. Вернулись в класс, да? Ромка, прогулщик несчастный. Ну признавайся, где вы с Яной пропадали? Что ты делал с несчастной доверчивой девушкой? Стаси, не шуми, Яне стало нехорошо, мы с Кристиной водили в медсестре. Чё, Кристина, правда? Да, именно так, представляешь, что он её на руках нёс. Да ладно тебе, это так на адреналине. Опа. Он не врёт, а потом... Ну потом и чем занимались целый час? Лол. Я его невеста из маленького сибирского городка, мы вместе закончим школу и затем поженимся. Лол, Янка. Лол, Янка. А, чё? Ты, она, поженитесь, но... Стаси, успокойся, он же шутит, да, Ром? Да, шутим, это правда, Яна? Ой, этого не надо было говорить? Да, не надо, точно не надо. Прости, я не знала, что это тайна. Яна, это же неправда, я тогда пошутил. Чё, обещал жениться, теперь говорит, что пошутил? Ох, держите меня четверо, трое не удержит. Кристина, держи меня, я сказала. Ха-ха. Ха-ха. Сейчас я этого Казанова недобитого возьму и добью. Ревность, ревность. Янка, если он откажется, я сама ему ноги сломаю, обе ноги. Мне капитан нашей команды по борьбе кое-чем обязан, но он займётся. Я бы не хотел, чтобы Рому покалечили, если это возможно. Стаська, угомонись. Что угомонись, а рожа твоя наглая. Девчонки, ну хватит, я аж просто... Яну попросил отвечать на вопрос, как мы познакомились, в шутку. Тогда ладно, только смотри, чтобы не как со мной. Да, что было с тобой, ведь с Ромой давно знакомы. Стася. Нет, пусть... Нет, пусть все знают. Я была такая молодая и наивная. Мне мама эскимо купила, сижу, я его кушаю, подходит Рома и говорит, Стаська, отдай мне мороженое. Но я, конечно, не захотел, спрашиваю, что будет взамен. А когда вырастим, я на тебя женюсь. Ха. Как романтично, и что дальше? Что? Я ему всё эскимо отдала, а он сказал, что пошутил. Ай-яй-яй, как некрасиво. Хе. Какой он плохой, оказывается. Да, не будь мне тогда шесть лет, я бы ему глаза выцарапала. Хе-хе. Стаська, на сколько времени прошло, ты меня до смерти будешь тем мороженым попрекать? И буду. Ты разбил моё доверчивое девичье сердце, а теперь бросаешь Яну? Да не могу я её бросить, мы просто живём вместе. Ага. В одном доме. Так, всё, давайте прекращать сыр. Так. Ну вот, вроде бы и всё, ты готова? Да, ты не передумал? Почему это? Кристина, вы бы могли быть вместе. Так. Ааа, я обещал, чтобы мы погуляем в парке, а план, давай займёмся этим завтра. Ты выглядишь расстроенным, это из-за того, что произошло? Прости, я не хотела привыкать к тебе столько внимания. Нет, конечно, просто... Просто я не уверен, что у нас всё выйдет с Кристиной, поэтому немного волнуюсь. Сюда кто-то идёт, двое. О, я опять мешаю, простите, пожалуйста. Рома, ты обе связки ключи, вот ты, ну, давай мою. Ты тоже домой? Не, Кристина предложила с ней заскочить кое-куда, так что иди один или... Или не один. В общем, ключи гони, а там сам решай. Так, до познания задерживайся. А это уже какое лучшее, когда девочки идут покупать купальник, это может занять только... Если проболтаешься, я тебя покусаю, это секрет. Понял? Конечно, вы в торговый центр, да? Ага. Тогда приходи чего-нибудь к чаю, и мы в расчёте. Деньги давай. Вымогательница. Ой, ну извини, всё, пока-пока. Так, я наулыбнулась и посмотрела, а не вслед. Она милая, вы очень похожи. Да, нам часто говорят. Подожди, а то что, если она милая, а я похож на неё, то... Ты ничего. Ты стала вести себя более по-человечески, я говорил. Я тщательно анализирую поведение одноклассниц, и нет, не так. Я старалась сказать, так будет правильнее, да? Да, намного лучше, а теперь в парк, думаю, там тебе очень понравится. Если ты не передумал, то пошли. В парк, значит, да? Алекса не будет против, если мы пройдёмся? Нет, почему она должна быть против? Мало ли, может, тебе нужна энергия подписаться, или я там не знаю. Ты очень заботливый, но всё в порядке. Я получаю необходимую мне энергию из вашей еды, и... Если тебе не трудно, не говори обо мне как о машине, это очень неприятно. Прости, я не хотел, знаешь, у меня очень большой опыт общения с девушками, тем более с инопланетными, ты выбрала не очень удачный образец для изучения. Да, Астасия из вашего разговора поняла, что вы давно знакомы. Давно, не то слово, я даже не помню, когда мы познакомились. Старые, старые друзья, но это другое. Не уверена, по-моему, ты ей нравишься. Брось, тебе кажется. Так, смешно представить. Я и она, она и я. Вместе дружная семья, да? Возможно, я так мало знаю об этом, у нас всё иначе. Расскажешь? Не могу, только общие фразы. Ага. Жалко, у меня столько вопросов. Ну, может быть, Алекса сможет рассказать больше тебе. Так. Вот мы и пришли, сейчас минуту, постой, я быстро. Купил пару булок. Ты проголодался? Тогда зачем ты купил булки? А, для голубей. Походу. Ну да. Голубям. Нравится? Очень ваша планета, удивительно красивая. Так. Рома, пошли туда. Куда, куда? Ладно, только не тяни так сильно, куда ты хочешь? Туда. Не надо прям через зарость, это сбоку дорожка. Прости, я увлеклась. Нашла что-то? Большой розарий. Как красиво. Ого. И правда, реально красиво. Нравится? Да, мы очень. Так. Сколько там выходит секунды? 95 минут. Так, а 2 часа это... 1 час 20. О, 100... Стоп, подойди. 120. 120, да. Блин, можно б, конечно, было 2 часа поиграть. Но что-то неохота 2 часа играть. Я сделаю не так долго это прохождение. Короче, ребят. В чём суть? Сейчас, секундочку. В общем, суть, суть, суть. Суть в том, что на эту землю пришла вот эта инопланетянка. Вот. Которая изучает человеческие эмоции, изучает людей. Вот. И так, видимо, что... Смысл игры в чём? Ну, как я понял изначально. Что она изучит землю, людей. И отчёт инопланетный нужно отнести на другую планету. Но мне интересно, встретит ли она своего куратора. В какой концовке можно будет прийти. Вот. Хотя я хотел идти на Рут Стасе. Но ладно, не суть. Вот. Новелла очень классная. Очень огромный был вклад вложен в первую главу. Ну, если считать это первой главой. Я очень жду вторую главу полную. Не знаю, когда они её сделают. Но первая глава, ещё наполовину пройденная, получилась очень крутой. Ламповая, в стиле реально бесконечного лета. Весь этот юмор. Вся эта музыка. Новелла просто бомба. И она первая глава в Стиме. Инопланетянка полностью бесплатная. Так что спасибо разработчикам, что предоставили нам возможность пройти её что в Стиме, что в ВК Плей. Вот. Так что очень будем ждать с радостью второе прохождение. Обязательно. Надеюсь, так же будет где-то 4 главы, если 4 недели. То есть это, наверное, раза 4 или 5 недель. Вроде в бесконечном лете вроде 5 недель было, или 4. Я не помню. Но в общем, мне новелла понравилась. Надеюсь, вам тоже по первым впечатлениям она понравилась. Я пытался читать только важные диалоги. Тут в основном повседневность, юмор. И такой вот простенький сюжет, что инопланетянка изучает наш мир. Вот. Но всё равно разработчики молодцы. Мы молодцы, что присутствовали на этой новелле. Вы молодцы, что оставляете комментарии, обязательно оставляйте. Не забывайте про лайки, делать репост везде, где можете рекламировать. Это очень помогает нашему каналу развиваться и делать контент лучше и интереснее вместе с вами, дорогие друзья. Вот. Ну, а я что хочу сказать. Пожелать всех тёплых вечеров, не болеть. Как говорится, смотреть только интересные, классные новеллы. Да и, в принципе, смотреть интересные, классные игры. Ну, а с вами был Казаку Фэмили. Увидимся уже во втором прохождении новеллы. Новелла супер. И вам советую поиграть самим. Попробуй другие руты. А всем до скорого. Всем спасибо за внимание, ребятки, ребятушки. Всем пока-пока.